Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стильный человек гораздо чаще является здоровым, потому что здоровье, внутреннее состояние гармонии непосредственно связано с его внешним обликом. Поэтому это две связующие, которые... То есть это уверенность в себе, это способность доверять и верить в свои силы, продвигаться вперёд, продвигаться на профессиональной почве, в личных отношениях между людьми. И всё это связано с харизмой, с внутренней уверенностью человека, в уверенности в том, что он, всё, что он делает, он делает правильно и красиво и хорошо, так я понимаю, да? Абсолютно. Работая в здравоохранении, я понимаю, что вы не случайно пришли к стилистике, а именно для того, чтобы как-то повлиять на здоровье людей. Так ли это? Да, соглашусь с вами. Всё это так. Дело в том, что очень часто существуют подобные феномены. Женщина, которая, скажем, допустим, ну начнём там с темы диеты, да? Женщина, которая желает похудеть, говорит себе, да-да, вот похудею там через X количество месяцев, и тогда стану стильной, начну покупать себе новую одежду. Вот весь этот промежуток времени до того, как она становится похудевшей, изящной, похудевшей, более здоровой, скажем так, на её взгляд, потому что полезное питание сегодня это главный, один из самых главных лозунгов существующих. И вот только тогда она начнёт надевать на себя какие-то красивые вещи. То есть она находится в состоянии неуверенности в себе, она считает, что она не самая красивая женщина в мире, пока она не похудеет. Пока не похудеет, совершенно верно. И вот она поставлена перед собой полгода или там 10 месяцев срок, похудеть через 10 месяцев, она считает, что она уже будет, она достигнет цели, она будет красивая, изящная, и тогда она сможет выступить, выйти на сцену перед людьми и будет уверена в себе. Так, да? Да. На самом деле... На самом деле психология работает немножко по-другому. Вот этот период времени, который женщина для себя решает не быть красивой, изящной, а быть в процессе подготовки к этому, к данному изяществу и красоте, на самом деле это потерянные месяцы, и для того, чтобы начать диету, важно себя полюбить, полюбить своё отображение. И когда ты себе понравишься в зеркале, вот тогда процесс диеты, мы говорили о серотонине, мы говорили о положительных свойствах, о тех гормонах, которые вызывают у нас счастье и радость. И вот когда мы радостны и счастливы... Когда мы смотрим на себя в зеркале. Да, когда мы смотрим, да, когда... Да, у нас выделяется серотонин, мы получаем этот гормон счастья, у нас хорошее настроение, но... Да. Но почему же это потерянные месяцы, ведь она идёт к этому процессу? Почему это потерянные месяцы? Потому что она может прийти к своей цели гораздо быстрее, если она будет красивая, чувствовать, ощущать себя красивой. Гармоничное ощущение положительно влияет. Всего необходимо. Кстати говоря, я совсем недавно, вот, готовя себя к этой передаче, вспоминал... У меня есть примеры. Знакомые люди, которые, в общем-то, мужчины, которые, в общем-то, невысокого роста, полные, с большим животом. И вдруг он выходит, и на нём какой-то там шарфик или... Яркий, да. Да, или какие-нибудь шорты. Я не ношу вообще шортов, а он запросто, у него нет проблем. У него нет проблем. Не комплексует человек. Абсолютно не комплексует, и у него шорты там с цвета синий с зелёным. Да, и он сверкает на этой улице, он идёт по улице, все видят этот зелёный яркий цвет, цвет, и у него ещё жёлтая рубашка смотрит, оборачивается, смотрит на неё, а у него ещё и шарфик. И вот он идёт королём по этой улице. То есть надо уметь себя преподнести. И если ты умеешь себя преподносить, то у тебя появляется уверенность в себе, да? Очень много факторов связующих, абсолютно случайно. У меня сегодня есть с тобой шарфик. И вы можете... Я не понял, для себя ты принесла? Для себя? Принесла для себя, но можно и для тебя, для вас. И что с ним? И вот, допустим, вот так, да? И вот у нас уже получается такой якобы образ Остапа Бендера. Человек, который с лёгкостью идёт по мостовой, который находит деньги, да, как бы... Разбросанные по миру. Разбросанные, да, потому что они лежали, их нужно подобрать. Сколько у него там тысячи способов? 300 способов? Да. И вот таким образом, то есть вот прошёл, подобрал кого, потому что они лежали такие вот бездомные, подобрал и пошёл дальше. Вот как бы одним каким-то... Он уже уверен в себе. Совершенно верно. Он уже знает, что если есть где-то эти деньги, они будут в него. Совершенно верно. И вот этот образ, который мы создаём, который человек для себя создаёт сам, либо обращается за профессиональной помощью к стилисту, это работает подобным образом. Вернёмся к той самой женщине. Вернёмся к той самой женщине, которая... Которая 10 месяцев ждёт, когда она станет красивой. Когда же она станет наконец-то. Что ей надо делать для того, чтобы быть красивой не через 10 месяцев, а уже сегодня. Моя самая главная рекомендация – не откладывать покупку каких-то вещей на когда-нибудь потом. Если вы для себя решаете, что да, я хочу похудеть, пойдите сегодня же в магазин. Купите, есть масса коррекционных техник в стилистике, которые уже помогут вам изначально выглядеть худее. Краше, как вам хочется, да, то есть вы для себя сами выбираете, как вы хотите выглядеть. Вы станете краше, увидите себя в зеркало, вы там себе понравитесь. Ну и как я уже говорила прежде, худеть вам будет гораздо проще. Нет, может быть она уже придёт к решению, что похудеть не обязательно, что похудеть не обязательно, что похудение – это не сама цель. Цель её – быть здоровой, прежде всего, да. Во-первых, здоровой, а во-вторых, в общем-то, уверенной в себе. То есть она повышает харизму свою, она повышает свой рейтинг. Она повышает только тем, что набросила на себя какой-то шарф. Шарфик или надела железо. Кстати, мне жарко в этом шарфике, можно его снять? Пожалуйста, да, можно. Со Стапом Бендером мы закончили. Ну вот, я так рассчитывал, что я уже навсегда останусь со Стапом Бендером, а ты говоришь, что мы закончили. Разбиваешь мои надежды, так вот, на раз. Да. Вернулись. Ты работала всю жизнь, всю жизнь, не всю жизнь, но очень много лет последних, десятков лет, наверное, да, здоровью в системе здравоохранения. Совершенно верно. И ты знаешь, чего стоит, чего стоит привести человека в состояние, чтобы он мог сказать, мне хорошо, я здоров, я счастлив. Да. В здоровом теле здоровый дух. Здоровый и дух в том числе, да. Скажи, есть у тебя какие-то советы, маленькие советы, вот, как, одеваясь правильно, как не только быть красивым, но еще и здоровым. Что нельзя делать, что можно делать, что можно надевать, что нельзя надевать. С удовольствием поделюсь своими рекомендациями с нашими слушателями. Да. Прежде всего, начнем с того, что современная мода очень толерантно и лояльно относится к комфорту. То есть, если, допустим, мы будем говорить о 50-х годах, о стиле нью-лук, о диоре, то это очень приталенные формы, которые, безусловно, создают, очень делают женскую талию очень красивой и тоненькой, но, может быть, не настолько комфортной. Мода 2019-го уверенно говорит о том, что нам прежде всего важен комфорт. Мы носим сегодня уже не просто оверсайз, для тех, кто не привык к обычному оверсайзу, мы в этот раз уже носим гипер-оверсайз. Мы носим большие вещи, которые свободны, которые комфортны, которые не сдерживают наше движение. Аналогично то, что касается и обуви, здоровой обуви. Прежде всего скажу, я немножко тут расскажу о себе, ну, скажем так, в пору своей молодости, ну, может быть, не очень далекой, я, скажем, вы, наверное, как бы, в принципе, согласитесь со мной. Покупая обувь, я особо сильно не задумывалась о том, чтобы она была слишком удобна, а, скажем, красота и эстетика играли, скорее всего, самую важную функцию. На сегодняшний момент комфорт – это первый критерий. Потом, конечно, идет эстетика и, не знаю, создание гармоничного образа. А прежде всего это комфорт. Обувь должна быть удобной. Именно поэтому сегодня я, с одной стороны, как адепт каблуков, ничего не могу сказать против них, но абсолютно необязательно все время, скажем, носить шпильки. Это может быть обувь на удобном квадратном каблуке, которая тоже поможет создать гармоничный образ. Это могут быть кроссовки, которые в большом фаворе, начиная, ну, уже как бы несколько лет хороших, а в этом году они трансформировались, вернее, скажем, нет, чтобы быть точнее, в прошлом году, в 2018-м, они трансформировались в папины кроссовки, так называемые ugly sneakers, которые к нам пришли из 80-х годов. Вот самая такая массивная, даже, я бы сказала, где-то уродливая форма, как они и в переводе с английского называются, сегодня легко адаптируются в самые романтические, урбанистические образы, и это модно, это классно, это работает, это людям нравится. Я хочу придраться к твоим словам. Я бы сказала, совсем не обязательно носить туфли на высоком каблуке всё время. Я бы сказал, категорически обязательно не носить туфли на высоком каблуке всё время. Эпизодически возможно, но не более того. И вот эти вот изменения, которые произошли в моде, они, вероятнее всего, учитывают вот тот вред, который принесли туфли, модные туфли на высоком каблуке 90% женщин прошлого столетия, которые ходили на каблуках, на высоких каблуках, они в результате сегодня страдают, страдают от того, что у них косточки на валюс, так называемая косточка большого пальца выступает, у них пяточные шпоры, у них масса проблем, и всё это потому, что в прошлом веке, в конце прошлого века, было модно ходить на высоком каблуке. И сегодня в некоторых странах по-прежнему это продолжает эти традиции. На работу нельзя прийти как-то иначе. И вот современная мода, вероятнее всего, учитывает вот эти вот... Пошла на попятную с тем, что касается каблуков. Ну, нельзя, нельзя фармировать людей. И предложила более ортопедические варианты. Какие-то другие варианты. Я так предполагаю, что вот эта вот узкая талия, о которой ты говорила, она тоже вызывает очень большие проблемы. Ты, наверное, знаешь о них. Расскажи. Я, да, мы хотели поговорить на эту тему. Я хочу сказать следующую вещь. Конечно, есть определённые каноны красоты, которые периодически меняются. И то, что считалось каноном в 50-х годах прошлого века, на сегодняшний момент меняется отношение и к визуальному образу женщины, и к лицу её. То есть всё это очень лобильно и динамично. На сегодняшний момент, конечно, если вы идёте на какое-нибудь важное мероприятие, если вы идёте, не знаю, в ресторан, в общем, вам нужно выглядеть. Безусловно, в такой ситуации, наверное, стоит, если вам, естественно, как бы если есть в этом необходимость, наверное, стоит использовать минимайзер. Здесь я бы рекомендовала руководствоваться принципом Парето. 80% времени мы носим вещи, которые нам удобны, а 20% времени мы выделяем на то, чтобы носить вещи, которые, ну, скажем так, создадут форму, с которой мы бы хотели произвести какое-то супер впечатление. Да, да, то есть чтобы эта форма работала на вас в конкретной ситуации. Совершенно верно. На свидании с молодым человеком или с девушкой, или там на приёме у начальника. Совершенно верно. В таких ситуациях, когда действительно нужно произвести впечатление, и чтобы оно сработало. Да, вот тогда можно носить неудобную одежду, да? Ну. А во всех остальных случаях всё-таки... Всё-таки придерживаться одежды, которая вам максимально удобна. И я возвращаюсь к этой узкой талии, которую затягивает. И мне известно, как медику, что вот эта вот узкая талия, если злоупотреблять перетяжкой... Перетяжкой. Она для женщин опасна уже хотя бы тем, что они не смогут никогда рожать. У них нет циркуляции крови в нижней части живота. Совершенно верно. И это отражается на их здоровье. На женское здоровье и вообще на здоровье. Рената, мы продолжаем, да? Да. Кроме обуви, кроме... Минимайзеров. Минимайзеров. Корректирующее бельё. Есть ещё какие-то проблемы в женской одежде, которые вызывают неприятности. И я об этом хотел бы, чтобы мы поговорили. А дальше о мужской перейдём одежде, если есть такие неприятности для мужчин, которые... Меньше. Меньше. Значительно, да? Да. Ну и что, если вернёмся к обуви, вернёмся к обуви... Кстати, вот ты навёл меня на мысль, говоря о том, что в женском гардеробе вообще на территории женщин существует гораздо больше проблем, которые будут связаны непосредственно либо стилистика, либо здоровье, потому что сегодня есть такое модное слово объективизация. Когда на женщин... Это мужское слово, да. Да-да, ну и как это, как и многие, когда на женщину смотрят как объект красоты. И именно поэтому желание создать из неё определённый объект приводит к тому, что женщины, руководствуясь исключительно какими-то принципами, какими-то, не знаю, какими-то только для себя советами, связанными чисто с эстетикой и красотой, забывают о своём здоровье. И я возвращаюсь, да, совершенно верно. Особенно те женщины, которые пришли из нашей культуры, культуры Советского Союза, когда, в общем-то, о здоровье очень мало говорилось на самом-то деле. Требовалось... Оставим, наверное, сейчас этот разговор на потом. Я хочу сориентировать тебя ещё на том, что обувь с каблуком, о которой мы только что говорили, она вызывает ещё изменение переноса центра тяжести. И это, в свою очередь, заставляет женщину, мужчины не носят обувь с каблуком, как правило, женщину выкручиваться для того, чтобы ходить по улице. Они находятся всё время в напряжении, их мышцы напряжены, они пытаются удержать своё равновесие, и это вызывает к очень большим ортопедическим проблемам. Об этом тоже следует знать. Это говоря об обуви. Ты говоришь сейчас исключительно об ортопедии, о осанке и так далее. Я медик. Медик, совершенно верно. О профессиональной части. Дело в том, что на сегодняшний момент очень многие фирмы, которые выпускают обувь, в том числе и на каблуке, они делают её с ортопедической стелькой внутри, во-первых. С такой обувью ходить удобно. Это я тебе уже рассказываю, как женщина. Медик, которая носит обувь, которая, допустим, я знаю, что если мне нужно там целый день где-то прошагать, у меня будет небольшой каблучок, и внутри будет очень мягкая, удобная стелька ортопедическая, при помощи которой я смогу прошагать целый день и не устану. Если это небольшой каблучок, мы говорим о том, что вынужденная мера, когда высокий каблук, нельзя на нём ходить, не подвергая себя опасности. Есть совершенно верно. Есть каблуки, в которых просто можно, просто удобно сидеть, и всё. А и не более того, чем... Или лежать. Или лежать, да. К здоровью можно отнести ещё один атрибут внешнего вида, это очки. Очки. Во-первых, хорошие новости на сегодняшний день. Очки с самой разнообразной оправы, от тоненьких, совсем металлических, до пластиковых в стиле ботана, в моде, в фаворе их носят. И да, есть даже некоторые, которые специально покупают очки, которые без диоптрии, просто чтобы носить оправу. Потому что это создаёт определённый имидж. Если человеку этот имидж импонируют, он хочет именно так выглядеть, вот у него есть такая возможность. И вот пережитки... Я же знаю, что у тебя хорошее зрение. Да, у меня замечательное зрение с четвёртого класса. Вот. И именно, скажем, да, вот я возвращаюсь в своё детство, я ужасно стеснялась. То есть я доставала эти очки тихонечко, так, чтобы никто не видел, надевала их так, в нычку было такое слово, и смотрела, больше никого не смотрела во время урока, потому что не было очень... То есть оправа была некрасивая, и выбора никакого не было. Какие-то ужасные толстые стёкла и так далее. Сегодня технологии настолько добры к очкарикам. Есть стёкла тончайшие, которые... Линзы. Линзы, совершенно верно. Ну, линзы, это понятно, да, но если мы говорим об очках. Разнообразные формы, которые подходят разному типажу. Это может быть круглое лицо, овальное и так далее. То есть выбор просто бесконечный. И это радует. Рената, но если есть выбор, то есть уже и... Ну, сомнения в том, что ты правильно что-то выбираешь. Должен быть путеводитель по очкам. Должен быть кто-то, кто скажет, какие очки хорошо. Ведь не каждый понимает, что ему идёт. Что ему идёт. Вернее, будем так говорить, что у каждого есть свой вкус, но иногда этот вкус... Личный, да. ...не совпадает со вкусом большинства. То есть выбирая то, что нравится самой себе, ты можешь не нравиться при этом окружающему тебя народу. Есть какие-то... Что-то, что может мне помочь выбрать мне очки. Я, кстати, читаю без очков и не пользуюсь очками. Отлично. Нет, что же хорошего. Я хочу быть... А, ты тоже хочешь, да. Ты тоже хочешь быть ботаном. Я хочу, чтобы на меня обращали внимание, а тут даже очки мне не требуются. Что касается выбора оправы. Ну, прежде всего, то есть ты затронул тут две темы. Первая тема, так называемая тема личного выбора, то, что для меня лично красиво, а для окружающих, может быть, нет. Нет, ну, как бы это такая очень, я бы сказала, плотная философия, что есть красота в глазах смотрящего, глядящего и так далее. Тут есть много. То есть в эту степь мы не пойдем сегодня. А что касается выбора оправы, конечно, стоит, во-первых, и моя первая рекомендация, если это первые ваши очки, меряйте самые разнообразные формы. Кошачьи, вот такие большие, как у меня. Оправа, где половинчатая оправа, то есть только вверх у меня пластиковая, а внизу нет оправы. Не знаю, прозрачные. Есть масса вариантов, ищите свой. Иногда, да, стоит взять хорошего советчика, это может быть стилист тоже. Это может быть муж, который будет стараться сэкономить деньги. Ну, как бы, да, так тоже. Может быть, такие варианты тоже существуют. Да, ну, так вот, кто такой стилист? Это стилист, это такая профессия, в общем-то, сегодня нераспространенная, их не так много в этом мире стилистов. И в магазине, где продаются очки, вряд ли та девочка, которая пришла работать в этот магазин, может что-то посоветовать. Всё-таки, каким образом я выбираю для себя правильные очки? Есть какие-то принципы? Для начала, естественно, для начала нужно понять, какая у тебя форма лица. Есть форма овальная, круглая, есть вытянутая, есть тут сердечком. Для начала понять, какая форма. И уже, когда мы поймём, какая форма лица, тогда уже начинать танцевать. Окей, кроме обуви, кроме очков, кроме пояса, который затягивает, перетягивает, в общем-то, талию, верхнюю и нижнюю части, разделяет на две части, что ещё может повлиять на здоровье из той одежды, которую мы неправильно выбираем? Есть такая? Есть что-то такое, что может быть? Например, бюстгальтер. Например, бюстгальтер. Бюстгальтер – это отличная тема. И прежде всего, я скажу, начну с того, что, начиная шоппинг-туры со своими клиентками, прежде всего, мы очень часто начинаем с того, что мы покупаем правильный бюстгальтер. Прежде всего, мы начинаем выбор бюстгальтера от объёма. То есть, это должна быть очень хорошая посадка объёма. И правильная чашка. Я встречалась с разными продавцами, консультантами. Некоторые знают, некоторые не знают. Это должно быть хорошее облегание. Грудь должна стоять. И очень часто, ещё перед тем, как мы начинаем мерять одежду в магазинах, приобретя правильный бюстгальтер, женщина сразу подтягивается. Видно круть. Уходит живот. Появляется осанка. То есть, ты делаешь первый шаг для выбора последующей одежды. Совершенно верно. И таким образом, одежда, которую мы будем выбирать дальше, ну, это совсем уже другая посадка, совсем другое дело. Другая одежда. Конечно. Это может даже иногда и другой размер. Даже так. Совершенно верно. Потому что женщина, которая, то есть, как бы уходит в живот, когда мы стоим прямо, ровно, когда грудь высоко, и, то есть, опять же, мы становимся худее, потому что вот такое вот нависание, кстати, я им страдаю иногда моментами. Если мы стоим ровно, красиво, осанка появляется, грудь впереди. Приходи ко мне в ближайший понедельник, да, на лекцию, я научу тебе упражнениям, которые тебя выровняют, и ты будешь всё время... Удовольствием. Ты привыкнешь ходить ровно. Я должна этим заняться. В клинике будет семинар. Я должна этим заняться. Да, моя техника это позволяет. И я объявил семинар на ближайший понедельник. С удовольствием. Так, продолжаю, продолжаю. Всё. Это то, что касается выбора бюстгальтера. Теперь я хочу сказать, ещё затронуть тему. Очень часто, делая ревизию гардероба, я сталкиваюсь со следующим феноменом. У женщин масса бюстгальтеров. Розовые, синие, зелёные, кружевные, больше кружевные, меньше и так далее. В принципе, база, любимое слово стилистов, кстати, база, не должна в себя вмещать такой огромный выбор бюстгальтеров. То есть вполне достаточно, скажем, иметь бюстгальтер телесного цвета, чёрного цвета, ещё какой-нибудь, скажем, там, кружевной для любимого мужчины, если таковой присутствует, или для себя лично любимый, просто чтобы нравиться себе в зеркале. И этого вполне достаточно. То есть не нужно, скажем, выбрасывать кучу денег на это. На количество. На количество. А именно вкладываться в качество и в хорошую посадку. Ну, ещё есть санитарные какие-то нормы. Ну, 2-3 бюстгальтера вполне достаточно для того, чтобы жить санитарно. Окей. И это позволит, в общем-то, как-то выровняться человеку, как-то переместить свой центр тяжести. Совершенно, да. Выровать и стабилизировать это центр тяжести, научиться ходить. То есть грудь – это то, что меняется. Да. Это позвоночник грудь и позвоночник. Ну, да. Это и позвоночник, это нижняя часть позвоночника, это боли в позвоночнике часто. Это всё связано с тем, что неправильно выбирают бюстгальтер. Совершенно верно. Кроме того, что неправильно выбирают обувь и очки, неправильно выбирают ещё и бюстгальтер. Есть ещё что-то у вас? Что ещё? Если мы закончили всё, что связано со здоровьем, если вы посчитаете, что больше ничто не влияет на здоровье из одежды, я считаю по-другому, что одежда – это мощнейший инструмент для действительно увеличения, повышения рейтинга, как в собственных глазах себя, так и повышения рейтинга в глазах окружающих, сотрудников, любимых людей, родственников, просто на улице. Просто окружение непосредственного. Помните, я начинал с того, что когда идёт этот мужчина в зелёных штанишках и с каким-то жёлтым шарфиком, все на него смотрят. Яркое пятно пошло. Да, да. И он идёт, он несёт себя, он яркий человек. Кстати, подобная техника в стилистике называется «Колорблок». Модная очень техника. Да, безусловно, для того, чтобы… Кстати, вот о чём я хотела ещё поговорить. Полюбив себя, тебя полюбят твои окружающие. То есть всё тут очень тесно связано. Но при этом очень часто именно в нашем русскоговорящем сегменте женщины пытаются не выглядеть молодо, а молодиться. Есть очень конкретная разница между двумя этими глаголами. Выглядеть молодо – это понимать актуальные направления в моде. Так вот, женщина, причём как бы, да, есть масса статей, женщина как должна, что должна носить после 40, после 50 и так далее. Очень часто, во-первых, как бы, то есть я сразу скажу, что я абсолютный противник того, что нужно носить после 40, после 50, после 60 и так далее. Женщина, она в любом возрасте. Женщина есть какие-то очень мелкие, скажем, ну, скажем там, очень такая мини-мини юбка, которая слегка прикрывает то, что сзади. Ну, наверное, скажем, в 60 лет я бы не рекомендовала надевать такую юбку. А то, что касается одежды вообще в общем и целом, сегодня мода настолько лояльна к женщинам и в 60, и в 70, в любом возрасте. Сегодня женщина в 60 лет, ну, то есть это, скажем, это те 40, которые были раньше. Она надевает сегодня куртку, косуху. Ну, причем у меня есть много таких примеров, живых примеров женщин, которые именно так и носят. Да, продолжительность жизни. Да, это смотрится стильно, это смотрится культово. Эти женщины любят себя, они гармоничны сами с собой. Они могут носить какие-то юбки из тюля. Масса примеров, когда женщина действительно, то есть она просто знает, что на сегодняшний день модно. При этом не нужно злоупотреблять. Если, допустим, вот сегодняшнее течение, да, в моду вернулись 80-е, и как элемент 80-х вернулся такой, то, что называется в русском, некий облипон, да, то есть вот это вот все очень приталено и так далее. Если ваша фигура уже, и вы сами, скажем, да, посмотрите на себя объективно, если ваша фигура на сегодняшний момент не позволяет вам уже носить такие вещи, обратите внимание на что-то другое. Есть масса вариантов. На сегодняшний момент мода настолько версатильна, она эклектична. Берите все, что вам нравится. Если вы вначале не понимаете, как говорит Васильев, да, то есть следовать моде, играть в моду и так далее, смешно, глупо, то есть известное выражение. Можно на самом деле взять, присмотреться, почитать какой-то материал, да, то есть сегодня понятия насмотренность и наслышанность, они очень сильно работают. То есть посмотрите, выберите то, что подходит вам, создайте ваш личный гармоничный, стильный образ, в котором будет прежде всего присутствовать ваш личный стиль. Опять-таки должен быть какой-то путеводитель, кто-то может или должен подсказать, что хорошо, что и плохо. Совершенно верно. Для этого существует профессия стилиста. Ох, у нас осталось немного времени, 6 минут. Да. Я хотел бы, чтобы вы рассказали о своей работе. Что именно? Все. Все. Вы за 6 минут успеете? Постараюсь, постараюсь. Что такое работа стилиста? На самом деле, этой профессии, она стала модной в последние, скажем, в последние десятилетия она стала очень модной, появилось много стилистов, много курсов и так далее. И вот одно из моих любимых выражений, оно принадлежит Константину Богомолову, моему учителю, говорит о том, что стилисты и политики самые критикуемые люди в мире. Стилистов критикуют. Их критикуют или слишком, вот, допустим, сегодня я выгляжу слишком бледно, потом слишком ярко и так далее. То есть, о нас много говорят. Стилист, кто это такой? Прежде всего, это, на мой взгляд, на 80% это психолог. И в эту профессию, мне кажется, это мое субъективное мнение, может прийти женщина или мужчина с каким-либо уже просто прожитым опытом, с какой-то мудростью жизненной, или имея, скажем, какую-то психологическую квалификацию. Ведь между, скажем, тем, что существует на экране в модном приговоре, когда волшебным мановением из женщины делают кого-то другого, но в жизни все, картина совсем другая. Для того, чтобы принять себя новую, понравиться себе новой, понять, создать вот этот мостик между тем, что сейчас и тем, что будет, требуется время. Никакое изменение невозможно волшебным мановением палочки. Тут должно пройти какое-то время, нужно привыкнуть к новой одежде, нужно попробовать ее с какой-то старой одеждой. Либо ускорить этот процесс, если обратиться к тебе как к специалисту. Да, но даже ускоряя этот процесс, все равно то, что я наработала уже из опыта со своими клиентками, невозможно сделать за 2-3 часа полностью перевоплощение, физически его возможно сделать, но если еще моральное, скажем так, человек должен привыкнуть к новому образу своему. Да, человек должен привыкнуть и есть еще другая... Войти в этот образ, чувствовать себя комфортно с этим образом. В этом образе. И вот в этом есть какая-то продолжительность времени, когда слизист работает, наверное, где-то больше как психолог, но, естественно, профессионал, который разбирается в направлениях, который знает, что подойдет, где купить именно этой женщине то, что подойдет по бюджету, то, что ей понравится, то, что будет транслировать тот образ, который она себе загадала и в котором она будет счастливой. Возвращаемся к Остапу Бендеру, то есть вот мы создаем образы. Скажи, пожалуйста, для того, чтобы тебя найти, достаточно, наверное, вступить в твою группу, как она называется? Она называется... Группа в Фейсбуке, правильно? Группа называется Стильные девчонки. И ты потом в комментариях... Окей. Я думаю, что этот фильм я уберу из Фейсбука, я вытащу его в компьютер, я его обработаю, уберу там начало, которое было незадачно, и все, что останется, я выставлю снова в Фейсбук. Так вот, я тебе советую в примечаниях, в комментариях дать все свои адреса, как тебя найти. Но мне кажется, что самое простое это присоединиться к твоей группе в Фейсбуке. Как она называется? Группа называется Стильные девчонки. Бонот Бестайл. Не ругайся. Нет, больше упаси. У меня еще есть бизнес-страница, которая называется... Сейчас я тоже поругаюсь немножко, но уже по-английски. Она называется Fashion as it gets. Самым наимодным, наимоднейшим образом. Это из тех сентиментальных названий, которые я придумала очень давно, года четыре назад, когда я начала вести эту страницу. Мне просто жалко... Русского варианта по дублирующей линии. Мне просто он настолько нравился, я сама его придумала, и мне он настолько понравился, я не могу с ним проститься. Я уже пыталась. Ну, я не могу просто назвать Рената Мейерсон персональный стилист. Ну, это все. А тут это что-то такое мое вот еще из той эпохи до, когда я начала, и мне вот просто поэтому не прощаюсь с этим названием. Ну, естественно, моя личная страница в Фейсбуке Рената Мейерсон по-английски. Там я обитаю. Да, то есть можно к тебе обратиться, если я завтра решу сменить этот свитерочек на что-то другое, обязательно к тебе обращусь. Что мне это будет стоить? Это будет стоить 150 шекелей в час. Это шоппинг-тур, который включает в себя поход по магазинам, подбор Орбаза. То есть ты меня берешь? Я тебя беру, да. Но дело в том, что еще один момент, перед тем, как я тебя возьму, ну, тут уже как бы учитывается наше непосредственное знакомство, А если речь идет о человеке, с которым мы в первый раз встречаемся, конечно, это какой-то небольшой минимальный разговор, чтобы узнать о его целях, о его образе жизни, какой образ, я опять повторюсь, какой образ он хочет транслировать, что ему нужно. И только тогда мы приступаем к делу. Рената, мы заканчиваем уже эту передачу. Я предполагаю, что ты, как стилист, который очень четко, очень хорошо понимает всю часть, связанную со здоровьем одежды, здоровьем одевания, ты более ценный, чем кто-то другой, кто видит только визуальную часть этой одежды, да. То есть я рекомендую обращаться к Ренате, потому что она и психолог, она и, в общем-то, как? Стилист. Человек, который умеет лечить с помощью одежды. Да. Целитель. И стилист, наконец. Да. Благодарю вас. Спасибо большое. Благодарю тебя, Рената. Я надеюсь, что мы еще будем встречаться здесь, в этой студии. Удовольствием. Всего хорошего, дорогие слушатели. В следующую субботу обязательно приходите, потому что я надеюсь, что будет очень интересная передача. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания. Редактор суббота. Редактор суббота.